Ну, гложет меня одна мысль. Всю жизнь преподавала русский язык, который знаю прекрасно. На украинском тоже говорю очень хорошо. И турецкий выучила, пока работала в Турции, работаю в Турции. Вот пришли русские и освободили меня от всего. От моего любимого города, который почти полностью разрушен. От моей работы, где заморожен контракт сейчас. От многих друзей, которые погибли или вынуждены были выехать. Как я теперь буду, не знаю. Следние 8 лет по контракту в Ардаханском университете на отделении русского языка и литературы. Преподаю русский язык для турецких студентов. Мои научные интересы это лингвистический анализ текста, поэтика, ну и русский как иностранный. Одной из последних работ была работа, посвященная переводу на турецкий язык Фахрирденчем Заповита Тараса Шевченко. И удачам и неудачам этого перевода как раз вот цель работы была такая, показать насколько точно передается символика, мелодика, ритмика, стихотворение, образная структура. Приехала в отпуск проведать маму и дочь, потому что они заболели ковидом, надо было посмотреть за ними. Сама заболела тоже, поэтому пришлось возвращение на работу отложить до 26 февраля, но вот уехать не удалось. Семь дней мы провели под бомбежками в подвале, в подвале дома, потом родственники забрали нас в небольшой городок под Харьковым. Поселились мы в доме, в котором 11 лет никто не жил, отопление в нем есть, но оно не работало. Пять дней нам пришлось спать полностью в одежде в холодном доме. Потом отремонтировали, сейчас дома погревается. Никаких электроприборов здесь нет, к сожалению, ни холодильника, ни машинки. Стиральный, душа нет, удобство на улице, туалет и вода все на улице. Спасибо за то, что не стреляют хотя бы. Забрали нас из подвала, вот в том, в чем мы были, поэтому не только, не столько, ни компьютеров, ни одежды у нас даже здесь нет, не говоря уже ни о чем другом. Очень хочется, чтобы это все побыстрее закончилось, чтобы мы смогли вернуться домой, чтобы началась опять нормальная жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...